Первые в истории. Так организаторы говорят о первенстве региона по вольной борьбе среди девушек. Эти соревнования прошли в стенах детско-юношеской школы по спортивной борьбе, расположенной в центре Ульяновска. Несмотря на то, что в регионе соревнования такого масштаба ранее не проводились, первые в своем роде состязания собрали около 50 участниц, как из Ульяновска, так и из сельских районов. С 1 января 2017 года на базе нашей школы у нас открыто уже отделение женской борьбы. Мы постоянно работаем, встречаемся с тренерами. С точки зрения, конечно, физиологии есть определенная методика по подготовке, а с точки зрения остальной нет. Действительно, это желание победить, желание выиграть, слушать своего тренера и постоянное самосовершенствование. Ульяновские представительницы спортивной борьбы уже хорошо известны на российском спортивном небосклоне. Так, Инна Тражукова входит в состав сборной страны и даже принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На карандаше у наставников главной команды страны также и Рената Минебаева с Анной Красновой. Они провели, пожалуй, самый зрелищный поединок на соревнованиях. Краснова, которая на год старше, а занимается борьбой лет на пять больше соперницы, одержала весьма непростую, но заслуженную победу. То, что борьба – исключительно мужской вид спорта, это штамп, считают девушки. Я уже занимаюсь с первого класса, сейчас на данный момент учусь в одиннадцатом классе. Ну, мне кажется, каждый имеет свое мнение, кто как считает. Ну, я так не могу сказать, что это мужской вид спорта. Я вот сейчас в этом году выиграла в Швеции турнир. Но Россия, к сожалению, проиграла, заняла третье место. По итогам соревнований победительницам и призерам вручили заслуженные награды. В Региональной Федерации спортивной борьбы уверены первенство Ульяновской области по женской борьбе. Первая, но далеко не последняя.